Как цифровые технологии помогут жителю столицы найти свой избирательный участок? Все подробности в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Цифровые технологии сегодня помогают нам уже во всех сферах жизни. Без цифры мы с трудом представляем наш быт, без нее же не обойтись в промышленности. Вернее, обойтись, но только результат будет оставлять желать лучшего. Цифровые же технологии в ходу и в медицине, и в системе образования, на транспорте перечислять можно, в принципе, бесконечно. Цифру сегодня можно встретить в самых, казалось бы, отцифровизации сферах жизни далеких. И вот цифра приходит на помощь и организаторам электорального процесса. В преддверии выборов президента Казахстана цифровые технологии помогают жителям столицы найти точный адрес места, где и станет возможным отдать голос за свое будущее. Всем известно, что 9 июня будут выборы президента Республики Казахстан. С этой целью у нас в мобильном приложении Smart Astana можно найти свой участок, то есть там, где вы можете проголосовать. В доцифровое время избирателю для того, чтобы найти себя в списках, приходилось проводить порой чуть ли не целую разыскную операцию. Найти избирательный участок, найти себя в списках, дождаться приглашения на выборы. Цифра процесс поиска упростила максимально. Теперь для того, чтобы увериться в том, что свое волеизъявление вы сможете выразить, даже из дома выходить не нужно. Скачиваете мобильное приложение Smart Astana, заходите в городские услуги, там есть функция найти свой избирательный участок. Теперь вы можете по фамилии найти свой избирательный участок, либо по ИИНу, либо по месту жительства. И приложение вам все расскажет и покажет. То есть номер избирательного участка, локацию укажет, адрес. Вот во всем этом, во всех мелочах цифровизация, цифровизация везде. Те, кто утруждать себя и свой электронный аппарат приложениями не пожелает, могут воспользоваться помощью робота. Но ничего личного, конечно, только выборы. Также вы можете узнать свой избирательный участок через Telegram-бот, Smart Astana-бот. То же самое, вы заходите в меню Smart Astana-бот, выбираете услуги, там выбираете узнать свой участок. Вводите либо фамилию, либо ИИН, либо адрес своего проживания. И в чат, чат-бот вам все покажет и расскажет. Найти себя в списках столичных избирателей, конечно, поможет и сайт Акимата столицы. Набрав простой адрес astana.gov.kz, вы уже наткнетесь на официальный интернет-ресурс Акима города Нур-Султан. Справа будет, получается, у вас календар событий, и внизу календаря событий будет баннер «Найди свой избирательный участок». Кликнув на этот баннер одним шелчком мыши, вам предоставляется возможность, как бы, получается, ввести свой ИИН, индивидуальный идентификационный номер, или фамилия, имя, отчество. Путем ввода этих данных вы получаете информацию о своем избирательном участке, об его адресе, и то, что можно, если вдруг вы себя там не смогли найти, обратиться в службу 109. Увидеть расположение избирательных участков можно и на цифровой карте города по адресу maps.astana.kz. Всего участков в городе 239, 204 открыты, и еще 35, проголосовать на которых может ограниченное число избирателей. Надо будет просто ввести адрес места прописки ваше, не место проживания, а где вы прописаны, по какому адресу, и вам будет визуализировано, отображено на карте, получается, это центр избирательного участка, а его адрес, и где он находится, вы можете увидеть на карте конкретно, как к нему доехать, да там, на пересечении каких-то улиц. В недалеком будущем пользователь сможет увидеть, и на каком автобусе можно добраться до того или иного избирательного участка. Чтобы людям было удобно видеть, там, какой маршрут, по какому двигается, можно будет увидеть, когда он, в какой остановке конкретно подъезжает. Вот это вот мы, как бы, тоже планируем, как бы, реализовывать дальше в рамках реализации государственной программы цифровой Казахстана. В общем, все для избирателя, которому в тот самый ответственный день нужно будет только выйти из дома с хорошим настроением, добраться по проложенному цифрой маршруту до места отправления волеизъявления, и, собственно, это самое волеизъявление выразить. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь, и вот без него не обойтись уже и тем, кто готов отдать свой голос за свое будущее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Субтитры подогнал «Симон»!